Приветствуем наших дорогих зрителей! 3 октября и с вами, как всегда, 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира высоких технологий. Конечно, данные можно хранить и на дискетах, но сейчас есть много более современных и удобных способов. Например, собственное облако. Тут тоже есть варианты, но один из наиболее простых и симпатичных — недавно представленное компанией Western Digital устройство MyCloud. Хранилище подключается к вашей домашней беспроводной сети, предоставляя доступ к файлам и позволяя без труда переносить их с устройства на устройство. Не обязательно находиться где-то поблизости от него, чтобы получить доступ к содержимому. MyCloud разворачивает вполне полноценное облако, к которому можно подключиться, даже если вы сейчас на другом континенте. При этом устройство умеет работать с другими популярными облачными сервисами, такими как Google Drive, SkyDrive и Dropbox. Купить персональное облако можно прямо сейчас. За 2-терабайтную версию придется выложить 150 долларов, в то время как 3- и 4-терабайтные обойдутся в 180 и 250 долларов соответственно. Если вы иногда достаете стилус из своего Galaxy Note не только для того, чтобы почесать за ухом, то следующая новость может вас заинтересовать. Компания Samsung решила построить собственную социальную сеть вокруг умного пера S-Pen, которая прилагается ко всем устройствам из серии Note. Сервис получил название Pen.Up. Его участники, как и в любой нормальной соцсети, занимаются тем, что делятся друг с другом рисунками, подписываются на обновления и комментируют чужие работы. Есть даже конкурсы лучших работ, выполненных стилусом на экране очередного ноута. Все, конечно, очень мило, но чтобы присоединиться к новой сети, придется разжиться соответствующим устройствам Samsung. Если вы принадлежите к той группе странных людей, которые с нетерпением ждут предзаказа DVD с новой ОС от Microsoft, то знайте, ваше время пришло. Предзаказать свежую копию операционной системы можно на официальном сайте Microsoft. В отличие от Windows 8, которая на старте завлекала покупателей скидками, версия 8.1 предлагается за полную цену — 119 долларов. Конечно же, обладателям восьмерки до этого нет никакого дела. Они получат обновления абсолютно бесплатно в день официального запуска — 17 октября. Компания Fitbit собирается выпустить новый браслет под названием Force для любителей фитнеса. Новое устройство позиционируется выше браслета Flex, который компания выпускает сейчас, и стоить будет на 30 долларов больше, то есть 130 условных единиц. У этого есть оправдание. Force оснащается встроенным альтиметром, который фиксирует, насколько высоко вы находитесь. Новая функция используется для более подробного анализа вашего передвижения. Наконец, браслет расскажет вам, сколько этажей вы проходите за день. Правда, для точности расчетов, похоже, придется отказаться от использования лифтов. Официально анонса еще не было, но если судить по имеющейся информации, то Force имеет улучшенный экран и не боится воды. Ах да, Force, в отличие от Flex, наконец-то научится показывать время. На сегодня все. Удачных выходных и не забывайте заходить на 3dnews.ru за свежими новостями, а следующий выпуск Daily будет вас ждать на следующей неделе.